У нас в студии популярный инстаграм-блогер Елена Шейдлина. Лена, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, добралась ты до нашей студии. До этого встречалась с нашим корреспондентом Ольгой Новокрещеновой. Проводили вы фотоэксперименты под твоим руководством. Давайте посмотрим прямо сейчас результаты. Что же у вас там получилось? Покажите нам, пожалуйста, вот эти кадры. А ты можешь оценивать, вот честно. Очень оригинально. По пятибалльной шкале? Пятерочка, четерочка? Пять. 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 Вот это, кстати, мне вот очень понравилась вот эта твоя задумка. Да, что совершенно другая идея получилась. Одно дело, теннисная ракетка в кадре. Ну вот это просто шедевр, мне кажется. Ну а тебе какой больше, что из реквизита запомнилось? Какой самый оригинальный предмет? В конце, когда пушка такая, бух. Хлопушка. В общем, эффект такой сработал. Ну как думаешь, то есть если в домашних условиях взять какие-то необычные предметы, так же сфотографироваться, будет миллион лайков? Да так и выходит. Ты берешь реквизит необычный и просто с ним фотографируешься, и получается что-то необычное, да? Это почти что то же самое, что мы показали. Просто предметы подбираются более тщательно. Не случайным образом, когда вытаскиваешь бумажку, да, и ты не знаешь, что у тебя попадется. Тут ты продумываешь на несколько дней вперед, чтобы это сделать. Ну вот у тебя-то это получается уж точно огромное количество подписчиков и поклонников, и более того, привлекла ты внимание людей, которые делают кино, и пригласили тебя стать героиней документального фильма. Расскажи, пожалуйста, что за проект, когда все это случится. Да, это правда, это будет обсуждаться в Америке более подробно, но сюжет будет такой, что я буду воплощать те же кадры, но только на видеокамеру показывать, что это просто. То есть документальный фильм, по большому счету? Документальный фильм, да. Сама себя будешь играть? Да, конечно. Слушай, фантастика. А вообще, мне кажется, не то, что редко снимают, вообще, наверное, не снимают документальные фильмы про модели, про инстаграм-блогеров. Можно сказать, пионер будешь в этой области. Да, это приятно, что меня заметили после такой работы. Очень сложный. Сначала сложный, а потом, когда это уже становится как в твоей профессии, ты начинаешь уже более глубже на него смотреть, уже все легко, кажется. Ну, по сути, вот инстаграм, да, в первую очередь, ты себя как позиционируешь, да, как инстаграм-блогер в первую очередь. Инстаграм, да, конечно. Он тебя вывел вот на такой вот уровень, но в последнее время ты и в ютуб тоже пришла. Да. Со своими видеопроектами. Видеоблог. Расскажи, пожалуйста, какие твои вот ожидания от ютуба, вот ожидания как блогера. Именно узнаваемости моего творчества, потому что благодаря ютубу пришло ровно половину. У меня было 400 тысяч, ну, чуть, ну, уже будет половина скоро, я надеюсь. И, получается, пришло 300, да, тысяч. Да, но это большие цифры, потому что ютуб, он позволяет узнаваемость увеличить, да, то, что люди любят картинку не только фотографии, они любят смотреть. Как узнавалось, по сути, эта фотография порой интереснее. А здесь у тебя так и получается. Да, они видят историю. Это же все о съемках, да, все о тех же самых процессах, которые происходят. Ну, вот когда в работе видеоблога, это все-таки, наверное, для тебя такая новая область. Кто-то здесь помогает из старших коллег. Там, например, есть ролик «Один день в Гонконге», и там ты сталкиваешься с Максимом Рантом, который недавно тоже у нас был в гостях. Как вы часто общаетесь с другими блогерами? Кто-то подсказывает, вот как стать популярным? Как миллион подписчиков получить буквально с одного видео уже на ютубе? Я очень обожаю Лист-ТВ, это мои друзья, потому что они помогли мне продвинуться в видеороликах, показали, как это монтировать, рассказали о своем опыте, а познакомилась я с ними на видеофане. Благодаря этому мы сейчас очень тесно общаемся, да. Люблю. Вот можно как раз сейчас посмотреть «Один день в Гонконге», там, где ваша встреча запланированная, кстати. Вы случайно встретили? Случайно, уже мы на выход уходили. Я летела в Гонконг, он летел в Таиланд, да. Это очень здорово. Ну, а вообще цель была эта фотосессия. С кем? Ну, я имею в виду в Гонконге. Ты поехала в Гонконг, чтобы… Отдыхать. …почти участия в сессии? Вообще, в первую очередь я приехала туда отдыхать, но я даже не думала, что я буду настолько востребована, потому что я же все-таки не являюсь моделью такой именно с ростом, с фигурой, с лицом. У меня очень необычный типаж. Но если у меня есть возможность это сделать, почему бы не попробовать? Я получила просто колоссальный опыт, работая с другими фотографами. Они воспринимают именно моделинг совсем по-другому. Они учат необычно двигаться. И даже обычный кадр, просто статичный, может выглядеть как-то совершенно по-разному, в зависимости от того, как меняются твои образы. А образы ты придумывала себе? В Гонконге нет. Вот как вот этот процесс происходил? Потому что ты же сама обычно подходишь к этому очень так вдумчиво и тонко. Да, я придирчива, потому что все должно под моим таким чутким присмотром. Все должно быть по полочкам, я должна знать, что будет. Но я хотела именно попробовать, чтобы была неизвестность, чтобы они все сами сделали. И я такая подумала, блин, а другие люди же тоже умеют круто делать. Ну вот, кстати, скоро будет очередная фотосессия у тебя в Америке для нового альбома известного музыканта Skrillex. Расскажи, как познакомилась ты с ним, и как тебя вообще позвали на принятую участие в фотосессии? Он лауреат нескольких премий Грэмми, человек-легенда. Он около года был подписан на мой Инстаграм, и я пригласила его в Петербург. Увидела, что он на меня подписан, и говорю, приезжай. Он сказал, что, скорее всего, я тебя в Лос-Аджелес заберу, чем приеду в Петербург в ближайшее время. И я думала, что это пустые слова. Он, правда, написал, сказал, что хочет в своем проекте меня снять. И вообще, это должно было быть в феврале, чтобы я висела на огромных баннерах недели моды. Но так как это не получилось, я была в Гонконге, я была на Бали, то я думала, ну ладно, все, проект закроем. А он сказал, что он не может без меня, и перенес ради меня. Вот это да, вот это здорово. Вот что значит популярность. Еще один ролик с тобой посмотреть и обсудить, как стать моделью, который нашумел в модельном бизнесе. Там ты где-то начинаешь, здравствуйте, у меня рост метр пятьдесят восемь. И я самая популярная модель в России. И, кстати, вот про это очень много вопросов в Инстаграме. Мы заглянули к тебе, в твой Инстаграм, и там как раз и спрашивают, как стать моделью. Наверное, нужно верить в себя. И, знаете, я модель, которая не является моделью. Я просто не знаю, как это называть, когда тебе платят за эту работу, ты много фотографируешься по несколько часов. И я просто решила себя так назвать и посмотреть, как отреагирует публика. А публика отреагировала, можно сказать, в большей мере негативно, потому что я обидела многих моделей, хотя я говорила совершенно не об этом. Я говорила о том, что интернет дает просто неопределенные вообще. Ты либо выстрелишь, да, ты будешь известный, тебя будет сам Скрипикс приглашать, либо ты начнешь более усердно стараться, и все равно ты добьешься каких-то результатов. Потому что ты все-таки интернет, ты выкладываешь свои снимки, люди тебя замечают. Неважно, какая аудитория, в любом случае она будет. Ну, аудитория у тебя огромная. Вот огромное количество вопросов в преддверии сегодняшнего эфира появилось. Вот много спрашивают по поводу фан-встречи в Петербурге. Готова ли ты со всей этой толпой взаимодействовать? Я очень люблю встречаться с моими зрителями. У меня было пару фан-встреч, но это происходило, знаете, как-то по-детски. Мы встречались где-то в парке и гуляли. Я не хочу этого, но я не хочу сидеть на какой-то сцене. Я хочу либо большой зал, чтобы было... Стадион, Петровский. И сотни тысяч подписчиков стоят в очереди, потому что стадион... Никакой очереди, хочу все уютно, как будто они пришли ко мне в гости, и мы просто болтали. Но даже я им задавала вопросы, не только они мне много фотографировались. И да, я хочу это ближе сделать к теплу для того, чтобы было уже более солнечно, скажем. Мне кажется, получится замечательная встреча, тем более погода в нашем городе как раз способствует уже прогулкам. Лен, спасибо тебе большое. Спасибо. Удачи тебе во всех ближайших твоих проектах. Лена Шейдлина, известный инстаграм-блогер, была в студии LA78. Хорошего тебе дня. Лена Шейдлина, известный инстаграм.